Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Вы смотрите календарь наиважнейших экономических событий второй половины текущей недели. С вами я, Екатерина Недачина. В конце текущей недели трейдеры обратят внимание на экономическую статистику из следующих стран. Так, в США опубликуют вторую оценку ВВП за второй квартал. Прогнозируется рост показателя на 2,3% по сравнению с предыдущими тремя месяцами. Ранее была опубликована первая оценка роста американской экономики, которая предполагала увеличение на 1,7%. Динамика ВВП за второй квартал оказалась лучше прогнозов. Аналитики полагали, что экономический рост в США составил лишь 1%. Самый существенный вклад в американскую экономику сделали потребительские расходы, инвестиции и экспорт. Напомним, что в первом квартале текущего года крупнейшая экономика мира выросла на 1,1%. Кроме того, в Японии обнародует июльское значение индекса потребительских цен. Ожидается инфляция на уровне 0,7% в годовом выражении. Месяцем ранее показатель вырос на 0,2% по сравнению с 2012 годом. После снижения на 0,3% в предшествующем месяце ожидалось повышение индекса на 0,1%. В то же время относительно майского уровня индикатор остался неизменным. Базовый индекс потребительских цен Японии за отчетный период вырос на 0,4%, так как эксперты прогнозировали увеличение показателя на 0,3%. Тем временем в еврозоне станет известное изменение уровня безработицы в июле. Согласно предварительным оценкам экономистов, она осталась на прежнем уровне в 12,1%. Напомним, данный уровень был зарегистрирован и в июне, и в мае текущего года. В июне аналитики прогнозировали значение показателя на уровне 12,2%. Рекордсменами по безработице по-прежнему являются Греция и Испания. 26,9% и 26,3%. Это был экономический календарь от компании Инстафорекс. Всего вам хорошего.